В этом году всероссийское перепись населения проходит с применением информационных технологий. Каждый желающий, даже если это иностранный гражданин, может самостоятельно заполнить анкету на сайте госуслуг и получить QR-код. Тем, у кого нет такой возможности, помогают переписчики. Они ходят по домам и просят ответить на вопросы о социально-демографическом статусе каждого члена домохозяйства, а также проверяют QR-коды. Все данные заносятся в планшет без использования бумажных анкет и сразу отправляются в Росстат. В эпоху коронавируса этот способ уже стал не только самым быстрым, но и безопасным. Также стоит отметить, что перепись в электронном виде без использования бумаги не затрагивает экологию. Это важное статистическое событие, которое проходит раз в 10 лет, и от его итогов зависит социальное направление развития нашей страны. Пользой переписи в предыдущие годы является программа материнского капитала. В основу этой программы как раз легли итоги переписи 2002 года. Самый главный принцип переписи – самоопределение. Информация, которую переписчик заносит в программу, подается со слов жителя, без предоставления подтверждающих документов. Сами жители такому подходу рады и никаких претензий не имеют. Мне позвонила мама и сказала о том, что по ссылке, которую прислали, можно переписать всю семью. Надо знать, сколько людей, какая национальность у нас люди, где в городе живут, деревья. Мне кажется, это очень важно. Я думаю, чтобы государство знало, сколько жителей проживает на ее территории, какой слой населения и какие меры принимает для ее развития. Принять участие в переписи населения можно до 14 ноября. Первые общие цифры по численности населения станут известны в январе-феврале. Окончательные итоги официально публикуют в конце следующего года. Никита Колосов, Сергей Баскин, Максим Гусев. События. Продолжение следует...